В период летних каникул на территории Адыгихабльского и Ногайского районов сотрудники госавтоинспекции усилили профилактическую работу внимания дети. Они напомнили ребятам о правилах дорожного движения, применив практические знания. На уроки навыков безопасности поведения вблизи дорог побывала Альбина Ламкова. Это светоотражающие наклейки. Их приклеивают для того, чтобы в темное время суток, когда свет пар попадает на них, водители видят пешехода, который двигается, и он ярко светит. Расул спортсмены и проезжает на тренировку в физкультурно-оздоровительный комплекс на велосипеде, а уезжает уже в вечернее время. Поэтому ему и его друзьям не лишним будет еще раз услышать от сотрудников у госавтоинспекции правила дорожного движения. А светоотражающая наклейка поможет в темное время суток стать заметнее на дороге. Ее вручили всем ребятам на детской площадке. Постоянно ходим в школы, в детские сады и стараемся детям объяснять правила дорожного движения. Мы также их выводим на эти пешеходные переходы, проводим практические занятия. Так, чтобы дети на практике могли закрепить то, о чем мы говорим в кабинетах. Когда больше нарушают правила дорожного движения и дорожно-транспортных происшествий? Больше в летний период или в зимний? Именно детский травматизм у нас обычно скачет именно в летний период и осенний. В теплое время года дети больше времени проводят на улице. Поэтому детско-дорожно-транспортный травматизм увеличивается в этот период. А профилактическое мероприятие «Внимание! Дети» в целях сохранения жизни и здоровья юных участников дорожного движения крайне необходимо. Технику обязательных навыков безопасного поведения вблизи проезжей части, которая нужна повседневной жизни, ребята получают не только от сотрудников органов внутренних дел, отметила Мината Слонукова. И продолжила, что знания основных элементарных правил дорожного движения ребенок приобретает дома. Как себя нужно вести на дороге? С детства говорили, нужно переходить дорогу, смотреть по сторонам. И то, что когда машина быстро едет, то нельзя переходить дорогу, потому что она может тебя сбить. А если ты едешь на велосипеде, то лучше слезть с велосипеда, а потом переходить уже дорогу. А есть в окружении сверстники, которые не знают правила дорожного движения? Не думают. Знание правил дорожного движения девчонками и мальчишками зависит от безустанной работы взрослых, поделилась Саида. Поэтому у нее и ее сверстников нет проблем на дороге. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вестик Корчаева, Черкесия, Адейхабльский район. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вестик Корчаева, Черкесия, Адейхабльский район.